и приветствую всех на своем канале долго думал записывать этот видеоролик или нет пришел к тому выводу что записывать потому что многие до сих пор не понимают как что делается это полный комплексный гайд по project excel по развитию и что делать в игре чем заниматься создаем для начала своего персонажа как только вы заходите в игру вы в любой момент сможете его поменять то есть создавайте вообще что угодно я сделаю такого мужика смешного какого-нибудь накручу он как раз видите великолепно сделали смешного персонажа или красивого какого хотите нажимаем финиш character и вас грузит в саму игру уже и вот вы появляетесь в мире вам дают рандомное оружие абсолютно рандомное мне не повезло и мое оружие стоп или мне повезло я просто думал на багнута вы идете бьете мобов вот вы возродились и вы идете бьете мобов мы бы дали вам пизды да вот такая незатейливая штука бывает вы просто терпите то что вам могут дали пизды вы не говорите никому дайте мне денег потому что мне нужны деньги вы просто идете бьете тренингами это не сложно просто идете и долбите тренингами до уровня десятого плюс-минус чтобы ваши враги на самом первом квесте вас так сильно не дрочили просто бьете да не стоит это несложно ребят повторяюсь это выполнимо для каждого на этой планете и не надо клянчить деньги ну он девятый уровень достаточно терпимо будет так берем квесту к g это сильно бафнет нас по деньгам как бы могу в первой локации много денег не дают и бьете мобов дети могут и так надо выполнить несколько квестов чтобы у вас было 5000 я специально растяну этот гайд я покажу полностью все развитие и на первые деньги мы обязаны купить себе стрелу и вот мы зафармили 5000 я делал это с недолго это фармится очень быстро и мы приходим в магазин опа глаза разбегаются мы не понимаем что делать и наше зрение сфокусировано должно быть только на арау на стрелу мы ее покупаем заходим статы чтобы не тратить вы не можете ее заюзать видите написано ракака не дат ракака не не дат нажимайте на любую сторич в обилке в обилите stories нажимаете на любой слот и кладете туда свою обилку нулевую и теперь вы можете использовать стрелу не используя ракаку экономия времени ваш вот я получаю blaze на магический стат ориентированно да по всей видимости повезло не повезло бог с ним мне насрать чем мы делаем как только мы получаем свою новую обилку мы идем к даме и бьем его не нажимаем способности дабы прокачать просто нашу ability хоть как-то немного я уже наношу по 50 стычки учитывая то что мои кинжалы наносили там по 20 по 30 урона стычки удобно подкачали чуть-чуть идем дальше гриндить и я вам расскажу сейчас что в шопе есть что чтобы вы не путались вдруг вы не хотите смотреть дальше этого момента стрела дает вам рандомные обилки ракака скидывает обилку newspaper дает вам рандомный титул если вы новичок это равно потратить полторы тысячи в говно потому что титул ничего не дает hard меняет вашу расу на рандомную айбол и брейн переходим к тому что у вас есть ваши обилки ваши обилки у вас есть трейд и класс это полностью привязанная к белке чушь класс самый лучший это бластер он дает 25 процентов демиджа дополнительного а трейд лучший это легендарный так вот айбол глаз меняет трейд и никак с шаринганом не связан если что айбол вообще никак шаринган никакого отношения не имеет он меняет трейд а брейн меняет класс думаю понятно камни огненный и для молнии полностью нужны для эволюции как эволюционировать обилку у вас должна быть обилка которая эволюционируется вы должны поднять ее до тысячного мастерства снизу справа есть мастерство поднимаете до тысячного используйте камень в зависимости от так сказать стихии вашей обилки если у вас шокфист то вы исполнили используйте камень молнии lightning stone если у вас скорченко спир или блэй знает то вы используете фаерс то он я думаю это понятно перечислю сейчас весь спектр обилок которые могут эволюционировать black black blaze knight и копье эволюционируют из эволюционируют с помощью огненного камня а шокингфист эволюционируют только с помощью lightning stone и только только шокфист могут эволюционировать из обилок с молнией не думаете что вы можете эволюционировать электристи дальше идет рандомный аксессуар рандомный армор думаю тут все понятно дает рандомный аксессуары дает рандомный армор рандомный ментор рандомный чувачок на плече который дает вам разные бафы рандомная специализация это уже это то самое если вам нужен шаринган там падать шаринган и там падают всякие белки спеки это просто дополнительные микроспособности так а мы тем временем идем дальше фармить на армор ревьем Как вы видите, я отлично справляюсь Да, меня могут убить эти мобы Потому что они довольно сильные по сравнению со мной Но все равно им я наношу урон Я могу их убивать Я могу гриндить деньги И дело-то в том, что новичку огромное количество денег не нужно Он не должен ролить себе способности Он не должен ролить себе армор бесконечно Спеки, да, на что нужно огромное количество денег Тут мы уже говорим о том, что нам нужно выбить обилку Выйти на хороший стабильный фарм Сейчас мы этим как бы и занимаемся Просто чтобы у нас могли появляться деньги Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ебучий дебил, блять Так, вот я нафармил 7000 Под конец тут начал какой-то умалишенный мешать Сейчас я покажу его никнейм Это он, не он Нет, мешал другой челик В любом случае Не тильтитесь, не заходите в чат, не начинайте писать, что он мудак Это и так всем понятно Следующее, что вам надо Подходите к продавцу и покупаете армор И молитесь Богу И в случае, если вам выпадет армор 1000 левела О чем я не сказал в этом кэде, когда я его записывал Вам придется разбираться в механике трейдов Идти в дискорд, продавать армор Вы можете зайти как на мой дискорд Ссылка в описании Если этот видос вышел неделю назад Или там 2-3 дня назад И ссылка устрела Просто попросите ее в комментариях Я скину заново Вы заходите ко мне в дискорд Заходите в трейдинг хаб И продаете броню И запомните Вы не можете положить ее в стэш Она не пропадает Если вы умрете Вы можете играть Но если вы выйдете, она пропадет Так что Или вы сбагрите ее у меня на сервере Или вы сбагрите ее на официальном сервере Зайдя в трейдинг хаб И написав, что вы селинг какую-нибудь там броню Если она с энчантом То напишите энчант Он сверху написан И тогда вы сможете получить халявные деньги Если вы новичок То это очень профитно И молитесь богу Что выпадет не фэнси сьют на 10 эндюранса Ну даже если выпал такой Ну зато я теперь официально выгляжу Да, теперь мы как бы Как Путин можем ходить И официально выполнять всякие задания Поставленные нами Очень не повезло Могло выпасть что-то адекватное Выпал полный кала А почему над ним нету никнейма Очень интересно Еще и читер Такс И что бы я хотел вам посоветовать Подфармите себе мастерку на обилке Чтобы было полегче Если у вас будет сразу две способности И фармить будет в разы легче Урон в два раза увеличится Я вам тут обещаю К сожалению музыку я сюда вставлять не хочу Хочу сказать только лишь то Что вы можете оставить так на час-два Просто пофармить с помощью тайни-таск Или макросов Если вы умеете их писать Так вот я нафармил себе 65 мастерку И теперь мы можем дальше Так же продуктивно фармить И в дальнейшем Ой бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Давай-давай-давай И в дальнейшем в чем цель нашей сейчас игры Это выформить себе более-менее Левел и мастерку Почему я говорю левел и мастерку Да потому что Это единственное что дает нам дэмэдж Да Если мы будем высокого уровня И с высокой мастери То у нас даже без обилки будет высокий дэмэдж Без рарной обилки Это не зависит никак от специализации От ментора От ментора это зависит От специализации тоже зависит Но в меньшей степени В большей степени Зависит от вашей мастерки И левела Так что первый этап в игре Набирание первых левелов Первого мастерства Довольно сложный Что у вас ни одной обилки вкачаны нет Так что что бы вы не получили Все сложно будет Так Все Собираем дальше всех мобов Ну можете фармить по моей методике Я так всегда фармил Просто собираю всех мобов в пачку И всех гашу Пам Мы получили R Теперь Лизнь налаживается Также сразу научитесь Сводить весь парик Это увеличит скорость Вашего фарма В разы Вы будете за два скилла Сносить весь парик Сразу А не в каждого моба Давать по эти два скилла Пока у вас херовая обилка Которая не бьет С гигантским АОЕ То вы не сможете Быстро фармить Другим способом Теперь Когда я стал Семидесятого левела У меня есть более-менее Статы 82 магии 92 силы Я чувствую Что вот этих мобов Я бью уже легко Я бегу через мост Тестировать свои силы На более сильных врагах И Пользуясь случаем Учитывая то Что мы бежим Я хотел бы вам Рассказать То что существует Мой дискорд канал Если вы хотите В него вступить Зайдите в описании Если ссылка Устаревшая Зайдите под более Новое видео Или напишите в комментах Что вы хотите Попасть в дискорд Я вам обязательно Скину ссылку На дискорд канал Актуальную Вы в него зайдете Так вот Там происходит У меня Постоянно розыгрыши То обила Кто денег Кто стрел То есть можете зайти Даже лайки стрелу Выбить И получить там Любую обилку Рандомную Редкую Это очень классно Ребят Так мы приходим Идем на правый Получается На правый квест Вот Собираем здесь Опять всех мобов Ну как Как по старинке Короче Всех мобов Собираем Только вот С этим квестом У меня есть Мини лайфхак Так скажем Сейчас я вам Его продемонстрирую Надо собрать Всех мобов Прям Прям всех В пачку Там Там мобы Остались Тут мобы Остались Ё-моё Надо этих Сюда подогнать Сюда-сюда Они больно Вас бьют Это нормально Дамеджи У вас должно Хватать В любом случае Так Станю Их бью И перепрыгиваем Через забор Вот Станю Бью И стоим За забором Я их вроде как Должен доставать Может я их не достаю Без понятия С этих мобов Уже сыпет Чисто с одного Моба 200 голды С квеста Дадут 900 А с одного Моба 200 голды Ребят Это много Очень Для того Что мы сейчас 5000 Или фармили Тут у нас уже По 200 голды С моба Притом Очень легко Я не умру здесь Здесь тяжело Умереть Если вы Пряморукий Если конечно Вы будете стоять И пытаться На равных Драться с мобом То тогда да У вас будут явные проблемы Вам будет тяжело Их софармить Также Если вам Не лень Вы можете Идти сразу На следующий Квест Потому что Все эти квесты Они как бы Сделаны Прям так Чтобы вы Их обузили Здесь Прям арены Для мобов С клетками Чтобы было Легче Играть В эту игру Не знаю Знает ли Автор про это Упущение Или он Специально Это делал Чтобы людям Полегче было И они не ныли По поводу Сложности Потому что Просто забороть Моба раз на раз Без каких-то Контролей Реально сложно Это очень тяжело Если вы Новичок Но если вы Проверите Смекал Очку То вы можете Делать вот так И я уже За Получается Один удар Сношу По 700 ХП И вот так Делать Просто можете Ешкой Долбить Можете Р еще Нажимать Ешку Все они К вам Попытаются Там Перелезть То Я не знаю И делайте С этим Что Их Надо Подагривать Поэтому Как бы Какая вам Обилка Выпадет Тут тоже Зависит От вашей Удачи Потому что Такие Обилки Как Purple Flare Например Они вообще Мега имбовые В этом плане Они никого Не отталкивают И все Прекрасно У них Вот так Вот я Как-то Под углом Встаю И Хорошо Бью Всех Мобов Они Недалеко Толкаются Вот Тут уже По 300 Голды С моба Это уже Другое Дело Да Ребята Это уже Совсем Другие Деньги Все Легкие Деньги 2000 Сквеста У нас Уже 12000 В кармане И плюс У нас Еще Капает Уровень Мы С повышением Левела Мы становимся Только сильнее Понимаете Это Вот Это Схема Теперь На этом Этапе Когда Вы уже Можете Адекватно Фармить Тут Вот Этот Спот Тот Спот Ну Тут Без Разницы Вот Этот Я Больше Советую Тут Денег Поболее Не Шибко Он Потный Вы Можете Пойти Еще Потрать Там 5000 На Стрелы Попытаться Выбить Обилку Поудобнее Для Фарма Purple Flare Удобная Для Фарма Любая Обилка Которая Не Откидывает Моба Она Удобна Для Фарма Потому Что Вы Просто Встанете Тут Как Дебил И Будете Ее Нажимать Эту Обилку И Все Как Б Мобы Откидываются Видите И Отагриваются Неудобно Вы Можете Забить На Это Просто Сто Отходите От клетки Не стойте Как я Потому Что Они Меня Почти Задолбили Да Они Отагриваются Блин Не Очень Удобно Вот И У Вас Есть Еще Чисто В Теории Два Слота Попробовать Выбить Нормальную Обилку Вы Как Б Че Это Он На Меня Напал Вы Резет И Да Опять Бежать Конечно Но Вы Уже Вы Выходите На Более Менее Заработок Что Я Могу Посоветовать Сделать Попытаться Найти Какого Нить Игрока У Которого Вы Сможете Купить Задешево Рарную Обилку То Есть За 100 Тысяч Чел Продает Супер Виджета How Much You Want For Vegeta Вот Вы Можете Сейчас Попробовать Крутануть Себе Стрелу Можете Попробовать Заюзать Аксессуар Можете Попробовать Купить Себе Армор А вот Я попробую Армор Купить Вдруг Выпадет О 140 Эндюренса Смотрите Мы здесь Жирный Как поезд Пассажирный Вообще Класс У нас Куча Защита Теперь И попробую Крутануть Стрелу Два раза Может Что-то Выпадет Симон Черная Магия Я вот Извините Не помню Отталкивает Леон Или нет Вообще Не помню Адекватно Или это Обилка Ну Вроде Неплохо Стреляет Опа Инфилятор Хорош Класс И попробуем Еще раз Крутануть Посмотрим Может что-то Выпадет Может выпадет Мой любимый Пюрпл флеер Опять Саймон Даркманджик Вот И теперь Мы лишены Возможности Крутить Почему Потому что Мы не тратимся На ракаки Нет смысла Покупать ракаки Сейчас я просто Симона На темную магию Чуть-чуть Подкачаю И мы пойдем Уже Смотреть Как она работает И Не совершайте Моих ошибок Не делайте То что Я сейчас Делаю Это максимально Бесполезно Апать Мастерку На другой Обилке Лучше бы Я вот так Вот постоял С блейзом Потому что Мой блейз Стал бы сильнее И я бы Лучше фармил А по итогу Я просто Скипну Эту обилку Я не советую Никому так делать Это Пустая трата Времени И вот Мы докачали Симон Дракмэйджик До Левела Повыше Я не понимаю Что такое Темный момент Вообще Не понимаю Хоть убей Что он дает Ну-ка Темный момент Бля Говно Или не говно Без понятия Сейчас протестирую Ну-ка Темный момент Бля Стоп Оно откидывает Бля Оно откидывает Очень далеко Мы зря качали Ё-моё Ладно Берем блейз в руки И погнали Потому что Оно откидывает Еще дальше Бесполезно Ну Все равно Я левел поднял Хоть и не так много Как я мог поднять Левела с блейзом Идем дальше фармить И кстати Сейчас мы можем Пойти кое-куда Так как У нас сервер Почти полный Здесь могут Играть люди Смекайте К чему Я к тому что Мы можем пойти на боссов И попытать Удачу там Посмотреть Может быть Нам что-то перепадет Нам может перепасть Как и Драгонбол Так и Просто деньги Плюс опыт Тоже удобно Так что Бежим на боссов Хотя Восклицательные знаки По-моему Не двигаются Блин Не знаю Сейчас сходим Посмотрим Но они не двигаются Значит там Никто не фармит Но вы в любом случае Можете найти себе Друзей Которые Помогут вам В этом нелегком деле И пофармят Боссов За вас Да Видите Боссов там никто не фармит Так что Бог с ними Идем В другое место Зато тут Кто-то фармит С читами А то-то Таким быть Не используйте читы Так что Заходите в мой Дискорд канал Опять таки В рекламу Дискорд канала Моего Заходите И там Ребятки Могут взять вас На покачаться На боссах Просто легко Попросите Вам много денег Не надо Я думаю Вам максимум Нужен миллион Для того Чтобы купить Рарную обилку Любую Рарную обилку Абсолютно Может 2 миллиона Это недолго Вы их быстро Выформите Если будете стоять Рядом с человеком Который бьет босса Вы их даже Сами руками Быстро выбьете Эти 2 миллиона И потратить их Можно Вот на обилку Купить у человека Главное Не быть заскамленными Вот Если вас заскамят На 2 миллиона Пишите мне В дискорде Я обязательно Вам дам Какую-нибудь обилку Я вам помогу Только с доказательствами Вот Так что если будете Идти на сделку Подозрительную То лучше Сразу записывайте Потому что я Без доказательств Вам ничего не дам Такая у меня политика Жестокая Я придумал способ Бейте Вот так Под углом Тогда они будут Улетать тоже Под углом И это удобно О да Это удобно Смотрите Я все Все новые Способы фарма Для вас открываю А вы все еще Просите деньги На спауне Не делайте так Фармите Вот смотрите Как оно удобно Что я только Не придумаю Для вас Смотрите Эй Эй А где А где Да почему Ты за мной бегаешь Почему Я не убил Седьмого Паренька Где он А вон Так Седьмой убит Теперь Теперь я Показываю Вообще Сейчас Отрыв Мозга У вас Будет Наверное Вы Офигеете От этого Но Я должен Показываю Как фармить Этот квест Без Всяких Там Крутых Обилок Которые Бьют На пол Карты Легендарные Которые Выбиваются За кучу денег Нет Собираем В кучку Мобов Шесть штук Три уже За мной бегает Четыре Пять Шесть Вот Видите За мной бегает Шесть мобов Вы можете Собрать Всех Мобов Ну Можете Да Всех Собрать Но Оно вам Надо Скидываете Их В канал И бегаете От них И Стреляете Все Я не знаю По-моему Это не сложно Это то же самое Что вы делали На начальном этапе С помощью Дэша Вы легко От них Убежите Если вы Играете С мобилки То Вам будет Сложно Это реализовывать Но Я сейчас Покажу Способ Для мобильных Геймеров Которые Играют С мобилки Это все Реализовывается В любом Случае Смотрите Поднимаетесь На уступ А они Не поднимаются Ну поднимаются Но так Редко Они не поднимаются На этот уступ И вы как бы Вот так вот Можете их Убивать Они стоят снизу А вы стоите сверху Вот и все А этот квест Это уже не хухры-мухры Это реальные бабки Плюс Икспы много Всего много Можете просто Нажимать Р Можете нажимать Е Ну короче Я советовал бы Просто вот так вот Встать И нажимать И нажимать Просто ту кнопку Которая не откидывает Но у меня Бласт Он как бы Хоть и не откидывает Он дэмэджи меньше Наносит Потому я Е буду тоже нажимать Вот так Опять-таки Под углом Чтобы их всех Туда откидывало И я мог Не спускаясь вниз Опять их подагрить Опять нажать Р Е Е Так что Все в этой игре Очень легко Делается Вот я получу Деньги И я смогу Купить себе Уже обилку С помощью которой Вот это будет Фармиться Вообще В 5 раз Быстрее Любая Рарная обилка Я вот это Фармить буду Просто быстрее И денег у меня Получится Тоже больше И в итоге Я левелиться Смогу Тоже быстрее Значит я Быстрее Нафармлю себе На реквим стрелу И выбью себе Легендарную обилку С которой я уже 100% Смогу фармить боссов Из которых Выпадет драгонбол Который я могу Продавать И получать Огромные деньги Или же Я могу эти драгонболы Собрать Получить любую Легендарную расу Получить лучший Спект для пвп В виде хаки Получить себе Лучшие шмотки Для тысячного Левела Я вообще не знаю Здесь все Можно получить Очень легко Не прося Ни у кого Все довольно быстро Кроме вот Первого момента Когда вы Должны чуть-чуть Пофармить левел Потом постоять Да Что тысячный левел Вы набьете Но когда вы его набьете Через сколько времени А так Вот Все Вся стратегия бытия Скидываете Врагов в канал Нажимаете Р Нажимаете Е Все Все враги горят Им всем плохо Нажимаете Р Нажимаете Е Нажимаете Е Р Е И так Вы будете Получать Примерно За По 7 тысяч За квест Это много Помните Сколько я Фармил 7 тысяч В самом начале Теперь мой фарм 7 тысяч Это просто стоять На вершине И нажимать Две кнопки Вот как бы Я думаю Все Весь гайд Для новичков Я думаю Закончен Потому что Теперь Вы знаете Как зарабатывать Деньги На эти деньги Вы можете идти Делать абсолютно Все что хотите Вы можете Распоряжаться Ими как вам захочется Но мой личный совет Просто Накопить денег Купить какую-нибудь Стрелу Да Лайки Стрелу Рандомную По миллиону Можно взять Может кто-то За 500 миллионов За 500 тысяч Вам продаст Кто-то Просто берет Чтобы не потерять Деньги Продает за минимальную Стоимость Рарные способности Найти какую-нибудь Шисуи Да Которая Довольно сильная Может вам кто-то Ее Вообще За гроши Там Отдаст За 50 тысяч За 100 тысяч Вот я сейчас Зайду В свой Дискорд И там Мы можем Посмотреть У людей Спросить Купить Всякие Дешевые Рарки Сейчас Зайду В Трейдинг Хаб И напишу Куплю Любую Рарную Способность За дешево Заходите Пишите И люди Продадут вам То что вы хотите Вот На этом я думаю Все Это весь гайд По Project Excel Я не знаю Что в этом сложного Люди что-то не понимают Опять таки Все потом Вот все Что вы хотите Выбивается с молитв Абсолютно все И не надо С молитв Выбирать Реквием стрелу Если только у вас Совсем все туго Потому что Полноценная молитва Стоит В 4 раза Дешевле Реквием стрелы Задумайтесь И дальнейший Ваш вектор развития Я хотел бы пояснить Не в формате Видеогайда А просто Аудио Наложенное На мой геймплей Потому что Для его выполнения Для выполнения Обоих этих векторов Нужно огромное количество Времени И записать Это все На видео Я просто не могу У меня не хватает Места на диске Потому что Это Гигабайты Контента В котором Я В большинстве случаев Просто стою Афк И в лучшем случае Что-то пишу В чат Так вот Два вектора Первый Наиболее понятный Вы просто Нафармите денег И вы будете Просто покупать Обилку У какого-то человека Можете зайти В трейдинг хаб И попросить Какую-нибудь Рарную обилку У людей купить Они вам продадут За 200 тысяч Мне кажется Мне кажется Даже лучше Нежели Рарная обилка Они наносят Хорошее количество Демеджа Фармить с ними В разы приятней Особенно с Магмонайтом И вы становитесь Батьком Реально Всех мобов Боссов Не так легко Бить до сих пор Но вы легко Добьете себе Тысячный левел С помощью Магмонайта И в принципе Левелап Отца с ним Одно удовольствие После чего Вы нафармите себе 4 миллиона Или За сколько Вы хотите Купить Ликвемстрелу У меня она У меня в дискорд сервере Часто продают За 3 миллиона Ликвемстрелы Ребята Потому что Видимо Они не такие Жадные Как В остальном мире И Вы используете Ее Получая Рандомную Легендарную Обилку Тут уже Зависит Не столько От вашей удачи Ваш успех А просто Выпадет ли вам Офа Да Броли В плане фарма Такой же Как и Бирус Вместе С Гоку Все они С икса Шотают Боссов Да Икса Обилка Почти у всех Шотает Боссов Это норма Если мы Берем в расчет Офу То Офа Шотает 100% Да еще Тебя из места Не двигает Это Прекрасная Обилка Если она вам Выпадет С первого Реквима Считайте Вам Очень повезло В плане Фарма И выбивания Денег На дальнейшие Обилки Менторы На дальнейших Менторов Обилки Специализации Фарм денег Попрет в гору На ночь Оставляете Все Драгонболы Сейвите Идете в Дискорд Продаете В официальный Дискорд В моем Дискорде Шанс Что-то Купят Не такой Высокий Как в Официальном Дискорде Идете Продаете Все Драгонболы По миллиону Полтора По два Миллиона Ну как Вы хотите За два Миллиона Покупают Реже Естественно И просто Колотите На этом Огромное Состояние После чего Вы можете Купить Ментора Себе Какого Нибудь Ментор Эннел Увеличит Вашу Бронестойкость На 25% Да еще и Дэмэдж Ваш на 25% Увеличивает Купить себе Спеки Какие-нибудь 15 лямов За глаз Учихи Если вы Не хотите Ролить Категорически Это все Делается легко Без какого-либо Попрошайничества Как бы Вот и весь Гайд В принципе Ничего просить Не надо Все деньги Добиваются Сами 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 И Вот есть паренек Глобал Я не знаю Почему он мне Постоянно пишет В дискорде Да он это делает Глобал Если ты это смотришь Привет тебе Он мне постоянно Пишет в дискорде И я его даже В своем дискорд канале Не видел Я вот сейчас Думаю о том Что он не имеет Туда доступа Просто Поэтому он мне пишет И этот парень Сам фармит Он Всего добивается Сам Он даже Взял и скипнул Свой Один там Мой шаринган Поменял его на Хаки Ну По неосторожности Денег у него Навалом Он не какой-то читер Он не скриптер У него Все получилось Самостоятельно Фактически Он все набивал сам И сам же стоит Фармит эти драгонболы Тайни таском Не знаете Как пользоваться Тайни таском Если вы не хотите Гуглить Хотите видео от меня Я могу снять видео Про тайни таск И как им пользоваться Программка очень легкая И позволяет вам Афкшить Сейчас на видеоряде Вы можете увидеть Как у меня подгорело Что меня убивал Чел на споте Я зашел на свой мейн И начал резню На этом как бы Мой гайд заканчивается Дальше только видео Под смешную музыку Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин